Здесь, на мой взгляд, два фактора. Первый, это за 20 потерянных лет, как мы называем, те годы после развала СССР и периода введения у нас дикого капитализма, когда был разрушен народно-хозяйственный комплекс, одно время вообще не выделялось средств, сейчас стало выделяться недостаточно, разбежались кадры и вообще вся авиакосмическая отрасль оказалась в загоне. И вот от следствия этих событий в данном случае мы видим, что отсутствие более жесткого, как было в советское время, системы контроля качества на предприятиях, а фактически была отменена, вот только сейчас вводится военная приемка, о том, также то, что многие смежники оказались в частных руках или вообще прекратили выпуск продукции, привело к тому, что прошел сбой по всей цепочке комплектующих для ракетных двигателей. Объявлено, что именно ракетные двигатели здесь главным всего подвел. И в итоге стали закупать некачественные заменители в других странах, в том числе и в Китае, эта практика уже известна. И это привело к тому, что наша космическая отрасль находится в тяжелейшем кризисе. Сейчас нужно принимать мобилизационные экстренные меры для его спасения, потому что если мы потеряем космонавтику, мы потеряем один из главных козырев величия нашей державы. Второй момент связан с тем, что возможно и влияние наших зарубежных оппонентов, которые не заинтересованы в развитии авиакосмической отрасли. В частности, многие, как я говорил, запчасти покупались или электронные платы за рубежом, могли быть с правшивками, которые могли действовать по электронному импульсу и давать сбои, мы не исключаем. И также мы знаем, что американцы располагают достаточно мощной системой контроля со спутников, в том числе лазерными и радиоизлучателями, которые могли тоже быть использованы. И когда у нас фобос-грунт упал, тогда глава Роскосмоса заявил, что они отмечали какое-то направленное воздействие на тот этот. Поэтому вот два фактора, которые мы должны учесть и мобилизационно перестраивать авиакосмическую отрасль.